Девушки отдыхают 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 Крастелёвых и Самарской, в том числе и известному дому Мыштакова, зажатому между новостройками. Да, кстати, опыт восстановления архитектурных памятников в мире насчитывает много удачных примеров. Например, архитектора Зайга Гайли превратил в красивый дом и наполнил жизнью заброшенный советский рыбный завод, расположенный на побережье Балтийского моря в Калтене. Вот так он выглядит, по-моему, гениально. Согласна с тобой. А как тебе такой примерчик реанимирования старой постройки? В Нидерландах восстановили водонапорную башню, превратили её в десятиэтажный жилой дом. Вот так вот. Интересно, как внутри обустроено это здание? Весьма и весьма впечатляет. Ещё вариант. Архитектор из Сиэтла Дон Фроттингем преобразил столетнее здание амбара в уютный дом. И не скажешь, что зданию сто лет. У меня себе современная постройка. Да, Александр, не хотел бы я жить в столетнем амбаре с учётом нашего климата. Но дело совсем не в климате. Если с умом подойти к реставрации зданий, то никакие морозы не будут страшны тебе. Вот ты знаешь, амбары, может быть, и не страшны морозы, а сейчас для всех автолюбителей морозы вещь такая очень интересная. Потому что порой в автомобиле бывает сильный холод не заводится. Заведутся ли автомобили? Сегодня узнаем из прогноз погоды. На Средней Волге усиливает позиции сибирский антициклон, блокируя перемещение в регион атлантического воздуха. Поэтому ночные морозы начнут крепчать до 9 градусов ниже нуля. А вот в дневное время комфортно, минус 1,6. Посадки прекратятся или будут несущественными. На севере и западе области 3,5 сниже нуля. Восточная и южная части региона около 4 мороза. В областной столице ночью минус 6,8. Днем в Самаре и Тольятти 4 градуса ниже нуля и слабый юго-восточный ветер. Александр, знаешь, где сейчас холоднее всего? Наверняка в твоей машине. Да нет же. Сейчас холоднее всего на речном вокзале, который обдувается всеми возможными ветрами. Кстати говоря, здание, которое построили в 1969 году, его предшественник выглядело, кстати говоря, именно вот так. Здание было построено между улицами Некрасовской и Ленинградской. И было одной из самых интересных построек Куйбышева в стиле неоклассицизм. А следом за ним появилось современное строение. Правда, и этому зданию уже 40 лет, и его инфраструктура обветшала. Поэтому уже в следующем году в него начнут вдыхать новую жизнь, капитально ремонтировать. Кстати говоря, наш речной вокзал единственный на Волге, использующийся до сих пор по самому прямому назначению. Как это по прямому назначению? А разве бывает по-другому? Конечно. Вот если брать все по-волжеские речные вокзалы, выясняется, что только в Самаре опять же работают по прямому назначению. Вот в Чебоксарах, например, из речного вокзала взяли и сделали торговый комплекс. А в Нижнем Лунгаре там поселился офис. А офис волжского пароходства, а в Волгограде сделали из речного вокзала концертный зал. Да, все-таки хорошо, что мы его сохранили и не открыли там очередной ресторан или фитнес-клуб, например. Ну, ты знаешь, фитнес это хорошо, только не на речном вокзале, а фитнес хорош в нашей постоянной рубрике «Простые движения». Доброе утро, с вами программа «Утро. Губернии». Меня зовут Ася Левина. Мы начинаем наши простые движения. Сегодня будем работать на пресс и на бедра. Для этого нам нужен коврик. Мы встаем, упор на руки, ноги чуть пошире. Сначала выпрямляемся в ровную прямую параллельно полу и начинаем наверх поднимать таз, отталкиваясь руками. Следите за тем, чтобы у вас напрягались мышцы пресса, иначе все перейдет на поясницу. Как бы, в принципе, тоже неплохо. Спинку тоже надо качать, но здесь все-таки должен работать пресс. Живот подтянут, пресс работает. Хорошо. Закончили. И теперь ноги поставили поближе. Будем поочередно коленочки поднимать к себе к груди. Самое главное – не меняя положение таза. К себе. К себе. К себе. Старайтесь держать ровную линию и только ножки к себе. И вот, пошли бедра работать. Пресс, кстати, тоже здесь не остается без внимания. Хорошо. И еще. И еще раз. Отлично. Встали на коленочки. Семя назад. Ручки вперед потянули. Расслабили спинку на выдохе. Опустили плечики. Хорошо. И закончили. С вами была программа «Утро губернии». Я по-прежнему Ася Левина. Бодрого вам дня. Отличного настроения. До новых встреч. Пока. От простых движений предлагаю перейти к вопросу передвижения по городу. В следующем году в Самаре могут начать курсировать по нашим улицам экскурсионные двухэтажные автобусы. Губернская столица станет четвертым городом в стране наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казани, где туристы путешествуют на подобных сетибасах. Попасть в автобусы можно будет на специальных остановках. И проехаться по историческим улицам города до музея «Самара космическая». И если замысел осуществится, то пассажирами подобных автобусов «Самарта» смогут стать в мае. Александр, а в 19 веке никто из жителей Самары не мог представить себе существование двухэтажных автобусов. Тогда по улицам колесили извозчики с мощностью одна лошадиная сила. Да, кстати говоря, тебе бы, между прочим, не разрешили бы работать извозчиком. Потому что городская дума женщинам работать с извозчиками запрещала. Каждому возничиву присваивался порядковый номер и выдавались три специальных знака. Полюбуйся на фото, кстати говоря. А также свидетельство на право извоза. Вот своего рода лицензия. Да, совсем как современные сертификаты и права категории «Д». Спасибо, Илья, за экскурс в истории. Ну, а продолжим мы традиционно с календарем губернии. На календаре 26 декабря. В далеком 1855 году радости самарцев не было предела. 26 декабря купец Василий Шабаев открыл первый в городе трактир. День был, как по заказу, морозный, солнечный. Поэтому горожане поспешили во вновь открывшееся заведение. На чашечку кофе. Кстати, любители бодрящего напитка этот день порадовал еще одним открытием. Согласитесь, жутко раздражает, когда кофейная гуща попадает в рот. Также посчитал Джеймс Мэйсон. И запатентовал 26 декабря 1865 года кофейник с ситечком. Так, день 26 декабря научился фильтровать кофе. 26 декабря в 1990-м в Самаре в особняке известного и уважаемого самарского купца Ивана Клота открылся детская картинная галерея. Этот особняк купец Клот построил для своей семьи. Дом с флюгерами, башнями и балконами затмил все особняки старой Самары. И по сей день теремок остается украшением города. 26 декабря родился Михаил Боярский, знаменитый актер и певец. Заслуженный артист России. Его звездный час настал в 1978 году, когда Боярский сыграл Д'Артаньяна. Благодаря роли и популярным песням из фильма, слова актера достигло невероятных высот. Наш следующий герой – математик и великий изобретатель Чарльз Бэбидж. Родился он 26 декабря в 1792-м. Именно Бэбидж был вестником компьютерной эры. Он придумал все основные части, которые сегодня составляют компьютер. Накопитель для хранения чисел, арифметическое устройство, механизм, управляющий последовательностью операции, устройство ввода и вывода данных. До Бэбиджа никто еще не пытался создать по-настоящему универсальную вычислительную машину. Анастасия, Арсений, Аркадий, Евгений и Степан сегодня принимают поздравления с именинами. День Евстрата в народном календаре дает прогноз на перспективу, потому что именно с Евстрата наблюдали за погодой в течение 12 дней, чтобы быть в курсе дел Небесной канцелярии весь следующий год. Удачи в делах! Увидимся завтра! А сегодня в рубрике «Яркие кадры» мы покажем подборку Натальи Масловой, посвященную воротам в Самаре. Внимание на экран. Это пивоваренный комбинат на Волжском проспекте, знаменитые ворота. Часто проходишь мимо них и не замечаешь их красоты. Да, Александра, а футбольных ворот не будет? Футбольных ворот не подобрали. Так, это улица Койбышева, кажется. Дворец пионеров, знаменитый особняк Наумова, Ленинградская. Слушай, у нас столько в Самаре ворота, я даже почему-то ни в одни в такие не входил, не пускали меня. А вот обратите внимание, а это, пожалуй, самые знаменитые ворота в городе, дом Курлиной, модерн. Недавно их восстановили, отреставрировали, кстати говоря. Красота. Очень красивый, вот смотри. Это ворота на улице Ярмарочная, дата рождения где-то в районе 1980 года. Кстати, не очень, не старинные ворота. Здание администрации Ленинского района. Вот такая красота прячется на улицах нашего города. Ну, точно, я говорю, футбольных туда не хватает. Обязательно, мы будем за еще раз будем тренировать. Самара город купеческий, богатый, а купцы были людьми просвещенными и понимали, чтобы что-то, чтобы надолго остаться в памяти потомков, нужно построить что-то стоящее. Отсюда такое обилие купеческих особняков в нашем городе и таких прекрасных ворот. Да. А в ближайшем будущем все жители и гости города смогут увидеть исторические здания в их первоначальном виде. К чемпионату мира в Самару ожидают масштабные работы по реставрации фасадов и кровли архитектурных памятников. Обновят 110 объектов на центральных улицах, там, где будет больше всего туристов. Например, на улице Куйбышева, Ленинградской, Максима Горького, Самарской площади, здание Самарского театра, оперы и балета, также театры драмы и другие. То есть к 2018 году вся будет новенькая. Но, пожалуй, самой масштабной и значительной реконструкцией станет реставрация Самарского цирка. Он закроется в 2015 году на целых три года. Но такое долгое ожидание окупится с лихвой. В новом цирке полностью заменят инженерную начинку, а форма здания останется без изменений. В частности, я знаю, что будет подземная парковка. Ее поменяют местами с наземной. Очень хотелось. Места будет больше. На самом деле, да, уже давно пора цирком заняться. А, кстати говоря, вот хорошие строительные новости из Тольятти. На знаменитом пустыре с романтическим названием «Поле чудес» появится парк. Отрадно. Но самое настоящее «Поле чудес» сейчас на площади Куйбышева. Там мастера из Оренбурга построили целый ледяной городок. За процессом с самого начала наблюдала Татьяна Карпова. Этот городок уже обзавелся собственным транспортом, детским паровозиком и тройкой вороных лошадей, а также прогулочной зоной. Скамеек здесь хоть отбавляй. По проекту живописный ландшафт ледяной мини страны украсит множество горок и десятки снеговиков. Без сказочного руководства никуда. Дед Мороз со снегурочкой украсит центр композиции. По периметру государственную границу сказочной страны обозначит барельеф, на котором появится в том числе и олимпийская символика. На все это холодное богатство припущено 250 кубометров льда. Приехали на озеро, простистили площадку, сделали разметку и вырезаем лед. Потом его вытаскиваем с озера. У нас есть камаз-кран. Этим краном поднимаем и загружаем. И потом доставка сюда. Над возведением скульптур на площади Куйбышева трудится целая команда. Около 20 художников, разнорабочих и того больше. Ледяные изваяния второго шанса не дают. Если бензопила ненароком откусила нужный элемент какой-нибудь постройки, как ни старайся, обратно не приклеишь. Свои коррективы вносит переменчивая погода. Волшебники и так трудятся только при дневном свете. А тут еще и под плюс-минус подстраивайся. Мороз заморозил хорошо. Чтобы растаять эти голуби льда, нам нужна оптимальная, маленькая температура, чтобы он начал таять. А так он выдерживает, потому что он сам по себе заморозится. Дизайн-проект этого ледового городка создавался специально для Самары. По задумке автора, некоторые объекты архитектуры должны простоять до середины февраля. Химия это или рождественское чудо покажет только время. Ну или очередная нежданная отепель. Татьяна Карпова, Виктор Соколов. Программа «Утро губернии». Скоро знаменитая фабрика кухни станет одним из культурных центров обновляющейся Самары. После реконструкции здесь будет располагаться филиал Государственного центра современного искусства. Да, там предлагают сделать концертную площадку, а на прилегающей территории поставить макеты зданий памятников, конструктивизма и смотровую вышку, чтобы сверху были видны серп и молот. Ведь фабрика кухни построена в виде серпа и молота, если смотреть на нее с высоты. В общем, почти забытое здание в центре города обретет новую жизнь. Новая жизнь ждет и дом купца и владельца кирпичного завода Павла Маштакова, как мы и говорили в начале, на Самарской 207А. Скорее всего, здание перенесут на новое место, где реконструируют и превратят в музей купеческого быта. Ожидается, что он станет еще одним популярным местом у туристов, таким же, как и музей-усадьба Алексея Толстого. Скоро, Александр, пойдем с тобой изучать историю купеческих родов и начнем, конечно, с Засекинов. Встречаемся с тобой возле одноименного памятника ровно в шесть. Не опаздывай. Князь Григорий Засекин, введя родословную от Рюриков, вряд ли предполагал, что когда-нибудь ему, такому родовитому боярину и знаменитому книжнику, потомке главной заслугой поставят основание крошечной пограничной крепости Самары. И спустя более 400 лет пожелают воздвигнуть ему памятник. Услышав клич по всей России, лучшие скульпторы взялись потягаться друг с другом, пытаясь воплотить исторический образ кто в гронзе, кто в камне. Подобных конкурсов в Самаре не проводили с советских времен, обсуждали всем миром. И простые горожане в интернет-сети, и мэрсы-товарищи на долгих заседаниях. Кому-то не нравился конь богатырский, кому-то наряд княжеский. Искусствовед и член комиссии Владимир Востриков считает, что излишнее копание в деталях до добра не доведет. На Татичьево мы тоже можем с вами посмотреть, приехав в Тольятти. Видим, что он тоже герой. Хотя можно припомнить, что Татичьев, наверное, не самолично на ошебе прискакал в это место и определил, что здесь будет город Ставербург. Главное – это образ, решили члены комиссии и выбрали эскиз Карена Саркисова. С ними согласились и голосовавшие горожане. В отставку отправлены и белый рыцарь с фабрики Церетели, и еще с десяток эскизов. Отлить князя и его боевого коня московскому скульптору поручили к очередному празднованию Дня города в сентябре 2014. Нам за это время останется решить немаловажный вопрос – где памятнику стоять? Мое было предложение о том, чтобы установить памятник как раз там, на Некрасовском спуске. Это когда-то Притеченская улица, дорога, ведущая к храму. Здесь надо не забывать, что у нас храм, который никогда не закрывался, единственный храм в городе Самаре. Это покрова Пресвятой Богородицы, он же кафедральный. И там это очень удобное место со всех сторон. Потому что, с одной стороны, можно прекрасно выстроить экскурсионный ход, а там очень много маршрутов экскурсионных проходит. Разглядывая эскизы памятников, мы видим, что авторы примеряли свои работы к самым разным самарским пейзажам и экстерьерам. Какие еще места были предложены? Это, конечно, там, где даже выигравший скульптор предложил. Это бассейн ЦСКА ВС рядом. Мне несколько как-то не очень вяжется в моем понимании. Опять же, цветомузыкальный фонтан, бассейн. А еще места – это полевой спуск. Но наш собеседник призывает помнить о том, каким будет окружение памятника и насколько удобно будет гостям города добираться до нового его символа. Еще один вариант был предложен – это место расположения старой крепости. Мы знаем, что к 400-летию города там небольшая такая стражевая башня была воссоздана, как бы часть ограды. Но место сейчас пока не соответствует всем требованиям. Я считаю безопасности, поскольку экскурсионные маршруты явно будут привязаны к этому месту. Там нет места для остановки, к сожалению, не очень хорошее состояние окружения. За последние годы в городе появилось немало милых, забавных, иногда странноватых скульптур. Но такой грандиозной задачей для воятеля не ставили десятки лет. Наконец-то у самарцев появится еще одно знаковое место. Потому что как только сейчас задают вопрос, куда сходить, чтобы посмотреть, это драматический театр и памятник Чапаеву, это монумент славы, а это появится еще памятник Засекину. Причем я считал бы очень важным, я предложил на заседание, чтобы эту часть набережной вообще назвали в честь этого нашего основателя. Продолжается «Утро губернии», и к нам присоединился журналист и блогер Армен Рутенов. Доброе утро. Доброе утро. Армен, вы родились в Тбилиси, то есть в Савару вы приехали. Почему выбрали именно этот город, что вас здесь больше всего зацепило? Ну, приехал я по семейным обстоятельствам сюда. Город зацепил, ну, вообще, тот город, в котором ты живешь, он, в принципе, должен тебя интересовать. Ну, соответственно, появился интерес к Самаре. Вы ведете блог по архитектуре Самары, правильно? Самары, правильно? Ну, в основном, да, по архитектуре. По архитектуре наследия. Как давно и почему? Я начал вести в 2009 году, то есть я тогда не работал ни в журналистике, не был блогером, не писал ничего. Ну, была потребность, просто хотелось что-то писать. Вот, а тема, она сама по себе появилась, потому что архитектурой я интересовался еще до приезда в Самару, вот, ну, сам Бог велел интересоваться самарской. А по профессии архитектор? Нет, нет, я к архитектуре, ну, если брать образование, да, не имею никакого отношения. То есть просто вот эта вот область стала почему-то интересной. Ну, это да, это меня всегда интересовало, в общем-то. Мы сегодня обсуждаем тему, как новой жизни вековых зданий, как вдохнуть всю новую жизнь. Вы бы что отреставрировали в первую очередь? В первом делом. Да, какое здание? Приехал человек в Тбилиси и сказал, так, вот это вот это переделать. Ну, я с десяток, скорее всего, отреставрировал бы. Ну, если выбирать и говорить о каком-то одном здании... Знаете, все те здания, которые я отреставрировал бы, их либо начали реставрировать, либо планируют. Ну, наверное, дача со слонами. Ну, вот если вот так вот просто... Говорят, что сейчас все там заросло, и с Волги уже не видно тех самых легендарных слонов. Ну, да ладно. Ну, с Волги плохо видно, но видно. Понятно. А смотрите, вот я, как тоже житель Самары, приезжаю в центр города, живу в спальном районе. Там столько много всяких небольших домов частных, в которых люди живут, и с ними ничего не происходит. Их не реставрируют, не ремонтируют. Люди живут там не пойми как, но при этом они стоят. Может быть, нам уже начать вот именно вот этот жилой сектор потихонечку сдвигать и ставить там какие-то современные дома? Или вы считаете, что нужно оставлять такую недвижимость? На мой взгляд, ее нужно оставлять. Собственно, тот процесс, о котором вы говорите, вот это вот сдвигание и строительство нового, он, в общем-то, идет, да, не первый год, иной раз как попало, чаще всего как попало, да. Вот. На мой взгляд, это нужно сохранять, независимо от того, насколько там, ну, с точки зрения там непрофессионала это там красиво-некрасиво. Вот. Потому что старые здания и кварталы старого города, они помимо вот уникальности, да, вот каждого одиночного здания, они создают среду. Вот. И среда самарская, она уникальна вот именно, то есть в комплексе. Вот. На мой взгляд, субъективно это нужно все-таки сохранять. Вот. Каким образом? Это уже вот вопрос к обсуждению. Есть проекты, есть идеи по сохранению, есть там вот проект 79-го квартала, например, которым занимается несколько лет Виталий Стадников, и, надеюсь, его доведут до конца. Это проект... Вот об этом проекте мы сейчас поговорим буквально через минуту. Мы сейчас посмотрим опросы про Соня, после чего продолжим наш диалог. Друзья, не переключайтесь. Я знаю, фабрик кухни на Масленьку надо реставрировать. А вообще очень много зданий, которые нуждаются в реставрации. Дом, наверное, Челышева. Красивый дом. Старинный дом. Ну, почистить. Ну, картинка была. Ленина музей, конечно, там он деревянный. Конечно, плохой. Вот желать нам его. Вот. Мы там были, но очень тесно там, как экспонатов. Ну, там много помещается. Старом городе, наверное, какие-то здания деревянные. Может быть, дом Челышева отреставрировать. Все-таки он такой, ломать его жалко. Довольно добротное здание. Драмтеатр надо отремонтировать. Это лицо нашего города. Кирху отремонтировать следует. Ну, хорошо, что люди знают объекты, по крайней мере, которые нужно отреставрировать. В основном дом Челышева. Да. Нет, почему же фабрика Кухни тоже знает. Фабрика Кухни? Я сейчас займусь, и там будет около года. Кстати, моя очень... Ну, вот я, собственно, ее не стал называть. Без меня отреставрируют. Вы, кстати, как относитесь к идее организации Центра современного искусства? Хорошо. В общем-то, сама идея... Во-первых, тут важно что? Чтобы здание... Ничего нового, наверное, не скажу. Чтобы здание не только было бы отреставрировано, но и получило бы какие-то функции. Мне кажется, это идеально. То есть, концепция, посмотрим, да, она разрабатывается сейчас. А сама идея размещения там каких-то выставочных площадей не только отличная. То есть, в любом случае, здание отреставрировано должно носить какой-то функционал? Естественно. Вот, возвращаясь к центру города, зачастую сносят старинные постройки, убирают. Ставят монолитные дома, свечки, элитное жилье, все хорошо. Но ставят их настолько близко и настолько непонятно друг к другу. Как на это реагирует общественность вообще? Как вот люди к этому относятся? Вы, как журналисты. Ну, реакция разная бывает на все, да. У нас есть категория граждан, которые считают, что памятники архитектуры, в том виде, в котором они сейчас существуют, что это гневушки, да, которые нужно снести и построить нормальное человеческое жилье. Есть люди, понимающие ценность исторического квартала и то, что, в общем-то, то, чем отличается Самара от других городов, это там не только Волга, набережная и так далее. Да, это, в общем-то, в том числе вот это вот... Старый город. Старый город, да. Да, который вот, да, он есть в Нижнем, есть в Саратове, есть там в других городах по Волжье, но вот точно такого нету, однозначно. Вы заговорили о проекте 79-й квартал. 79-й квартал, да, это, на мой взгляд, очень интересный проект. То есть он предполагает, во-первых, сохранение кварталов по красной линии и уплотнение строительства новых зданий внутри квартала. Но это не высотный, это не 33 этажа на Садовой, Вилоновской, там, не Степ Гринхаус на Молодогвардейской 25-ти этажной. То есть это в пределах там 4-6 этажей, то есть такая очень гармоничная среда. И тут в том числе смысл этого проекта в экономической выгоде. То есть показать, если он будет осуществлен, это будет очень хороший прецедент того, что можно строить в центре города малоэтажное жилье, не нарушая исторической среды, и получать с этого прибыль. Вот. Ну, там много, на самом деле, аспектов. Там есть аспект разделения, то есть делится квартал на... происходит определенного рода межевания, то есть там берется дореволюционная структура за основу, ну и так далее. То есть там есть еще тонкости, которые имеют большое значение. Спасибо. Мы не прощаемся с Арменом, друзья. Перейдем, передаем слово коллегам из информационной службы телеканала Губерни. Новости. В эфире новости Губернии. Доброе утро. В студии Татьяна Потоцкая. Итоги уходящего года и план работы на перспективу. Сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин обратится с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона. Послание является программным документом, анализирует результаты деятельности публичной власти, а также определяет основные векторы общественно-политического и социально-экономического развития региона. В прямом эфире все покажет телеканал Губерния. Трансляцию можно посмотреть и на нашем сайте www.guberniatv.ru, а также на сайтах областного правительства www.samregion.ru и губернской думы www.samgd.ru. Начало в 12.00. Не пропустите. В Самаре зажгли чашу Олимпийского огня. Истафета главных спортивных игр планеты стала центральным событием в жизни Самары. От точки до точки факел пронесли через весь город 200 факелоносцев. Бегом, на лыжах, на коньках. А завершился марафон на площади Куйбышева. Почетную миссию зажжения чаши выполнили губернатор Николай Меркушкин и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Сама идея пройти по всем регионам, городам и так торжественно провести, скажем, пронести факел по всей стране, это вдохновляет людей, я думаю, принесет на будущее очень хорошие всходы. Значительно больше будет молодых людей заниматься спортом. Значительно больше людей будет следить за играми на Олимпийских играх, это точно. Разные события. Здесь очень приятно то, что у себя дома, на той земле, где я вырос как спортсмен, где много знакомых, друзей, родных живут. Поддержка каждого человека, как я и сказал, должна помочь нашим спортсменам. И я в это верю. Потому что мне помогает, когда полные трибуны, допустим, болеют за тебя. Это очень вдохновляет. Такие же символичные чаши зажгли за день до этого в Тольятти и Сызрани. Все они останутся в регионе на память об Олимпийской эстафете. Продолжаем выпуск. В России могут ввести лимит на ожидание медобследования с января следующего года. Эта мера будет действовать лишь в качестве рекомендации. Попасть на прием к узкому специалисту пациент должен не позже, чем через две недели после записи. Исключение – сложные и кое-где пока редкие методы диагностики – компьютерная или магнитно-резонансная томография. Здесь максимальный срок ожидания составит месяц. Как к новым нормативам готовы в Самарской области, проверила наша съемочная группа. 20 минут и на мониторе полный клинический портрет пациента. Чтобы дождаться обследования магнитно-резонансной томографии, требуется куда больше времени. Например, в онкоцентре больницы Мини-Калинина очередь на месяцы вперед. Хотя сейчас в Самарской области на обслуживании находятся 7 аппаратов. В позапрошлом году их было только 4. Проблемы кроются и в пациенте тоже. Пациенту объясняют, что данный вид помощи он может получить в других лечебных учреждениях аналогично. Поэтому, когда пациент говорит, что я стою 3 месяца, это его собственное зачастую бывает желание получить помощь именно в этом лечебном учреждении. В следующем году выявить факторы риска и сами болезни на ранней стадии можно будет быстрее. Осмотр врачом-специалистом по рекомендации Минздрава не должен превышать 2 недели. Исключение сделали для сложных и редких методов диагностики. Компьютерная или магнитно-резонансная томография, ангиография. Максимальный срок ожидания составит месяц. В здравоохранении оказание медицинской помощи это процесс перманентный. То есть это нельзя сказать, что у нас 1 января начинается новая жизнь. У нас уже сформированы листы ожидания на 2014 год. И те пациенты, которые были записаны на какое-то время с 2013 года на 2014 год, они уже стоят в очереди, они уже заняли тех специалистов. Поэтому в течение года мы рекомендуем всем нашим учреждениям, которые работают в системе ОМС, приблизиться к тем срокам, которые рекомендованы. На территории всей страны со следующего года будет работать и так называемый банк данных. Ежедневно в 9 утра туда будет поступать информация из всех стационаров о количестве свободных мест по профилям и направлениях, которые выданы на оказание плановой медпомощи. Все для того, чтобы пациенты ждали помощи как можно меньше. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии. В Самарской области побит рекорд по количеству снега. В Сызрани и Клявлино за несколько дней выпало 150% от месячной нормы осадков. В областном центре толщина снежного покрова сейчас 42 сантиметра. Последний раз такое было в 98-м году. А по сравнению с соседями, Ульяновск и Мариенбургом, этот показатель выше в 4 раза. Такие данные приводит Приволжский гидрометцентр. В ближайшие дни также ожидается метель и похолодание. Столбик термометра опустится до 6 градусов ниже нуля в дневные часы, а ночью синоптики обещают до 9. И пока на этом все новости. Увидимся. Генеральный партнер прогноза погоды – Московский цирк на воде. На Средней Волге усиливает позиции сибирский антициклон, блокируя перемещение в регион атлантического воздуха. Поэтому ночные морозы начнут крепчать до 9 градусов ниже нуля. А вот в дневное время комфортно – минус 1,6. Посадки прекратятся или будут несущественными. На севере и западе области – 3,5 ниже нуля. Восточная и южная части региона – около 4 мороза. В областной столице ночью – минус 6,8. Днем в Самаре и Тольятти – 4 градуса ниже нуля. И слабый юго-восточный ветер. Новое новогоднее представление «Цирк на воде». Магический сплав музыки, искрометного цирка, сказочного света погружает вас в необыкновенную атмосферу фантастического мира. Удивительное, завораживающее зрелище. Вы должны увидеть это сами. «Чистая вода из Царевщины» – легенда «Жигулей» для вашего здоровья. Доставка воды по телефону 992-92-00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро, друзья! Мы по-прежнему продолжаем вести нашу передачу «Утро губернии». Саша Байдачная. Привет, Абуев и наш гость Армен Рутюнов. Да, Армен, продолжаем говорить об архитектуре нашего города. Вот если провести небольшую аналогию с другими городами. К примеру, взять Рим. В Риме центр города исторический, он закрыт. В него платный въезд. Все постройки, которые находятся в центре, являются национальным достоянием Италии. Там практически везде только пешеходные зоны. Почему мы не можем взять, выделить какой-то такой центр, допустим, в Самаре, хотя бы небольшой какой-то квадрат, и сказать, что это вот национальное достояние Самаря? Ну, во-первых, у нас, если говорить о национальном достоянии, у нас есть перечень, список, реестр и так далее, объектов культурного наследия. И он, в общем-то... Мы знаем, что есть ценно, а что нет. Что касается какого-то выделения, я не знаю, насколько это имеет смысл в Самаре делать, потому что Рим – это Рим, там и архитектура несколько другая, и город, масштабы города другие. Тут вопрос, стоит ли делать заповедник внутри города. Все-таки город должен развиваться. И есть мнение, что защитники архитектурного наследия, они вот такие вот консерваторы, им хочется сделать из всего музей. Вот город-музей, нет, ничего не трогать, вот пусть это все, значит, плесенью покроется, я не знаю. Нет, это не так. Город должен быть живым, город должен развиваться, город должен, если это необходимо, строиться, реставрироваться, реконструироваться. Но все это должно быть как-то очень здраво, с толком, и вот не с бухты-барахты, вот как иногда у нас происходит. Поэтому должно быть развитие. В общем, показатель, ну, кроме того, есть момент такой с отношением, отношение жителей. В первую очередь нужно, конечно, менять вот этот аспект. Это касается и памятников, и вот мы сейчас столкнулись со скульптурами городскими. Да, за последнее время очень много памятников поставили. Ну, это не памятники, с памятниками как раз у нас не очень хорошо. Памятник, дай бог, мы в следующем году появится князь Засекина, да, наконец-то. То, что ставится, это не памятники, это городские скульптуры. Это скульптурные композиции. Это принципиально, да. То есть их назначение не... Ну, есть, конечно, и мемориальная какая-то сторона, да, там, Буратино, там, связанная с Алексеем Толстым, там, Швейкс, Гашеком и так далее, и так далее. Но в первую очередь это просто вот городская скульптура, которая, это символ места нового, да, то есть вот, там, я не знаю, есть у нас набережная и набережная, да, а тут вот есть, появился там красноармеец Сухо. То есть можно спорить о художественной стороне, да, хорошо они сделаны, плохо они сделаны, насколько они современные. Вот Татьяна Толстая, например, считает, что снести нужно Буратино, да, он там урод. Вот, ну, это мнение тоже имеет право на существование, да. Она считает, что вот такой реалистический язык скульптуры – это 19 век, да, что сейчас, значит, у нас не выработан там новый язык, вот, и нужно и вести поиски. Согласен, абсолютно. Но, учитывая определенную бедность городской среды Самары, каждый новый арт-объект, каким бы он ни был, это бронзовый будет, деревянный там, или, я не знаю, или каменный. Это же знак, с которым все фотографируете. Он украшает, он обогащает, вот. И я вот смотрю, там часто бываю и на набережной, и рядом с другими объектами. В общем-то, жители положительно относятся к этому. По крайней мере, учитывая то количество людей, которые фотографируются, вот. Вспоминается тот же Космопупс, против которого лично я выступал, но я считаю до сих пор это безобразием, которое должно стоять где-нибудь в парке Гагарина, но не рядом с ракетой. Хотя, может, и имеет право на существование там. Аналогично. Половина города считает, что это урод, это там федеральный резонанс, это там нас обсуждают по всей России, что вот к 50-летию полета Гагарина такое безобразие поставили. А людям нравится. А вы бы какую скульптуру установили? Какую бы скульптуру вы установили? Есть ли идеи? Я даже не знаю. Вы знаете, опять же, мое отношение, чем больше появляется их, тем лучше. Тематика, она обсуждаемая. Даже не знаю, потому что было несколько предложений, какие-то из них уже реализованы. Того же Сухова я поддерживал активно, еще задолго до появления Оргкомитета культурная Самара. Есть и были предложения по, например, скульптуре Головкина. Тут можно воспринимать это, относиться, вернее, к этому, как к скульптурной композиции. Есть идея установить рядом с домом Головкина на улице Ленинградской автомобиль, поскольку он был владельцем первого в Самаре автомобиля. Да, и, значит, Головкин, сидящий в автомобиле, есть архивные фотографии. Можно поставить памятник. Ну, почему бы и нет? А можно совместить это, да, чтобы это была бы и интересная скульптурная композиция, и вот память общественному деятелю, там, историку, археологу. Спасибо вам большое за интересную беседу. Друзья, ну, а мы готовы продолжать нашу передачу, и прямо сейчас хотим представить вашему вниманию анонс культурных событий, который пройдет в ближайшие выходные в нашей постоянной рубрике «Бездельники». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Это обзор самых интересных событий выходных по версии «Бездельников». 26 декабря. В четверг в областной юношеской библиотеке нас ждет новогодний поэтический батл. Это бескомпромиссное сражение молодых литераторов нашей губернии, только вместо мечей и доспехов они вооружатся сильным словом и острой жалящей рифмой. Разумеется, поэты будут читать свои стихи, будут выполнять творческие задания и, конечно, импровизировать. Напомню, это 26 декабря, 18.00, областная юношеская библиотека новогодний поэтический батл. Субтитры создавал DimaTorzok 28 декабря все обязательно отправимся на арт-елку. Галерея «Виктория» и Самарский литературный музей подводят культурные итоги 2013 года. Приглашены все те, кто, собственно, и отвечает за культуру в нашем городе. Можно будет побеседовать с этими людьми, задать интересующие вопросы, которые, безусловно, накопились за минувший год. Будут подарки, будет живая музыка от группы «Полли Онс», от Павла Куприянова и многих других интересных музыкантов. Арт-елка, галерея «Виктория», начало в 16.00, вход свободный. От 31 декабря к вечеру праздник наступит абсолютно везде. Бездельники поздравляют вас с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что были с нами. Счастья вам в Новом году. И нескучного вам Нового года. Пока. Пайдан-вал. Счастья вам в Новом году. Оооо. Ооо. Ооо. Оооо. 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 Ооооо. Ооооооо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Неверно Это аномалия, как вы ее называете, дверь между временными зонами в мировой истории? Мне нужно логическое объяснение всему этому Портал июрского периода Поверьте мне, это еще далеко не конец С понедельника по пятницу в 15.10 на телеканале Губерния Дело было так Ночью Ты что, писатель что? Ты что, пишешь? Извини, секрет Детектив Ответь мне тогда на один вопрос, писатель Почему-то, как вы с другом Башкиным, где появляетесь, образовывается труп Тебя это лично не беспокоит? Беспокоит Ну, она, наверное, меня подставить хочет точно Если хочешь найти того, кто его убил Нужно найти того, кто ему аппетит вырезал А того, кто ему зубы лечил, искать не надо? Григорий Антипенко в детективном сериале «Человек без пистолета» Это хорошо, что он без пистолета Значит, он хороший человек Если он без пистолета С понедельника по пятницу в 18.10 На телеканале «Губерния» Традиционный гороскоп продолжает наш утренний эфир Итак, овны Чем ближе Новый год, тем авральнее аврал Главное, не нарезать круги вокруг елки, нагнетая истерику Выберите самые главные дела и покончите с ними Остальные потерпят до 2014-го Да, кстати говоря, вот эти замечательные картинки, которые вы видите для нашего гороскопа Старайтесь нарисовали талантливые дети из детской художественной школы имени Зингера Спасибо им большое Ну а дальше тельцы Если снежинки падают на стол вашего начальника и не тают Значит, атмосфера в коллективе ниже нуля Срочно разогрейте обстановку веселой шуткой и своевременно с данным отчетом Близнецы Вы, конечно, не подарок Но такого ледяного отношения со стороны близких явно не заслужили Только не вздумайте дуться и играть в обиженную молчанку Срочно выясняйте, в чем вы не правы и бегом исправляться Ракет, карпя над составлением меню новогоднего стола Не забывайте, что сегодня еще только понедельник И работа стоит Уже придумали закуски горячие А теперь перед десертом придумайте парочку проектов и контрактов Львы Небольшое недомогание с утра Лучше его не игнорировать Если не хотите под бой курантов и звон бокалов Лежать под одеялом с градусником под мышкой Девы Уже сейчас начинайте запасаться уютными книжками на праздники Для вас чтение под абажуром станет идеальным досугом на каникулах Весы Взвесьте все за и против Выбирая между шумной компанией или тесным кружком самых близких людей на Новый год Прислушайтесь к себе Если душа просит покоя Не стесняйтесь отказаться от приглашений людей Чье общество вам малоприятно Скорпионы В вас охватило ощущение неведомо откуда взявшегося счастья Это нормально перед Новым годом К тому же симпатичный коллега Наконец-то вам улыбнется А впереди корпоратив Стрельцы Самое время провести ревизию перед новогодним боем за личное счастье Новое платье в шкафу Игривая смска от милого друга В телефоне бутылка шампанского в холодильнике Осталось всего недельку ударно поработать на благо родного коллектива Счастье надо заслужить Козероги У вас серьезная задача Не потонуть в море электронных писем На которые нужно ответить И которые нужно успеть отослать В этом вале поздравлений и пожеланий Не пропустите важное деловое сообщение Которое повлияет на вашу карьеру Водолеи Подхватили вирус Не подойти духом Есть еще неделя, чтобы его побороть Чтобы отплясывать У елки весело и беззаботно Чай, малина и ингаляция И в завершении рыбы Вы из тех, кто никогда никуда не торопится И пускай вас дразнят рыбой Ваша невозмутимость Прекрасная защита от стресса Ну а у нас на этом все И хочется сказать Что ж, новое это хорошо забытое старое Пусть вековые здания становятся новыми культурными центрами И обретают новую жизнь И если вы задумались сделать ремонт своей квартиры Так сказать, немного ее реставрировать Сделайте это после новогодних каникул Дайте людям поспать Утро губерний, Саша Байдачный Илья Табыр Пока Благодарим студию танца йоги Мастика За помощь в организации съемок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok